Сейчас подвернем на одну из первых улиц города Караганды, улицу Костенко. Здесь были построены первые дома, 1935-1936 год, которые дали начало новому городу. И вот это наша первая школа, и вот эти первые дома. А названа она в честь одного из первых руководителей объединения Караганда-Уголь, Костенко Иван Акимович, которого назначили в 1932 году после Корнея Горбачева, и было ему тогда всего лишь 36 лет. Прожил он недолгую жизнь, но память оставила Караганде навсегда. Да. Действительно, в те годы только появилась Караганда на карте города, был присвоен статус города, и Караганда стала центром Карагандинской области. Были заложены шахты, около 30 шахт в старом городе, и в том числе шахта-гигант, которая потом была названа именем Ивана Кимовича Костенко. Помимо первой школы, здесь еще стоматологическая клиника расположена справа, ну, бывший детский сад, не помню, как назывался. Слева общежитие, как раньше называли, горного техникума, а теперь горный колледж. И работающий ресторан Рейн Боу. И вот это здание, построенное на месте бывшего факультета химического каргу. Через два года, в 1936 году, Костенко погиб. Первая катастрофа, наверное, в Караганде, точнее, уже по пути в Балхаш. Несколько ответственных товарищей из Караганды ехали туда, летели. И его дочь, Дина, она была совсем маленькой, 13 лет ей было. Такая вот трагедия случилась. Похоронены они на территории завода имени Пархоменко. Там стоит памятник, завод работает, поэтому пока память сохраняется. Ну вот, продолжение улицы, еще несколько домов. Из числа первых в новом городе. Так, сейчас проедем здесь, никто не может выехать. Вот такие у нас сейчас улицы Бары. Справа, слева. И здесь уже у нас тоже одна из первых улиц Караганды. Улица имени Джамбола Джабаева. Сквер, где установлен он Бюджамбу Ладжабаева. Вот эти вот первые дома, справа, слева, одна из первых фотографий. Когда еще видно были шахты старого города. Сейчас здесь пенсионные дела. Ну и тоже здесь разные у нас нужные вещи. Отелье, кафе. Вот выезжаем на красивое здание. Горный техникум. Сейчас это политехнический колледж. Первое учебное заведение фактически в Караганде. Но еще было педагогическое училище. Оно потом было переведено из Каркаролинска в Караганду. И сейчас находится в Саране. А это вот то здание, где куются шахтерские кадры. Ну сейчас здесь уже много факультетов. Так что работа продолжается. И ЧСники есть, и электрики есть, и так далее.